Кто видел эту картинку? Что там нарисовано? Интересная картина. И сегодня мы попытаемся ее истолковать. Что-то здесь изображено. Какое-то действие, о котором написано в Библии. Кто знает, что здесь нарисовано? Ну, ты знаешь, я знаю. И ты знаешь. Кто в Фейсбуке был, те знают. Кто был из Фейсбука, те догадываются. Что же? Давайте откроем Евангелие Марка, пятую главу. Евангелие Марка, пятую главу. Пятая глава, двадцать пятого стиха. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет. Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришло еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк в ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали Ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говорит, кто прикоснулся ко Мне. Но Он осмотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мир и будь здорова от болезней твоей. И мы остановимся только на этой истории, хотя знаем, что там, то, что предшествовало этому событию, Иисуса позвали в дом Иаира, и у него дочь была при смерти, и это будет другая история. Это женщина, которая страдала кровотечением, я думаю, теперь вы поняли, что это за рисунок, да, многие поняли, что там изображено. Но эта женщина, она как бы остановила всю эту процессию, которая шла в дом Иаира. И у нее была болезнь. Болезнь, которая измучила ее на протяжении многих лет. И она пыталась что-то сделать с этой болезнью, она обращалась к врачам, она продолжала бороться. Знаешь, когда ты не ломаешься, не останавливаешься, продолжаешь бороться, продолжаешь сражаться, рано или поздно ты увидишь победу. Аминь. Ты увидишь победу. И она стремилась. Врачи ничем ей не могли помочь. Это не значит, что врачи плохие. Врачи разные есть. Есть хорошие врачи. Но в данном случае, в ее ситуации, они оказались бессильны. Они брали деньги, как и сегодня, впрочем, да? Да. Они брали деньги, потому что написано, что все свое состояние на них истощило. Наверняка она была не бедная. Если 12 лет она ходила по врачам, и врачи во все времена, люди были недешевые. Они всегда брали хорошие деньги. Они обещали результат, один, другой, третий. Но время проходило, и ничего не менялось. И вот она услышала о том, что идет Иисус. Идет Иисус. И знаете, эта болезнь делала ее нечистой. Эта болезнь делала ее вне общества. Она не могла бы находиться в обществе. Она не могла посещать служение. Она была лишена очень многого. Это не просто, что только эта болезнь всегда дискомфортна. Но если эта болезнь еще вырывает тебя из социума, вырывает тебя из общения, это во много раз тяжелее все это переносить. Во много раз. Потому что она не могла. Она была нечистая. Законы того времени говорили, что она не имела право приближаться. Знаете, что такое вера? Вера, когда ты будешь действовать не благодаря чему-то, а вопреки. Иногда мы ожидаем каких-то благоприятных условий для себя. И говоришь, вот я вот-вот-вот-вот, и я начну верить. Вот как-то вот пусть сложится. Знаете, вера, она будет всегда идти вопреки. Аминь. Она не согласилась, и вера это протест. Протест против своего состояния. Понимаете, что она протестовала, она искала возможность для того, чтобы... Что? Получить исцеление. Не просто исцеление, но для того, чтобы вернуться в общество. Для того, чтобы посещать собрания. Аминь. Ходить в церковь. Вернуться и быть принятой в обществе. Поэтому у нее была сильная мотивация. И она продолжала искать. И знаете, ее вера, она ей сказала, прикоснись. Она увидела Иисуса. Иисуса, которого всегда окружали толпы людей. Толпы. Вокруг Него было как минимум 12 здоровых мужиков. Как минимум. Гораздо больше их там было. И они всегда были рядом. Они всегда там были возле Иисуса. И множество народов всегда ходило за Иисусом. И она сказала, я не могу напрямую. Но, во-первых, у меня такая болезнь, я не могу при всех рассказать. Во-вторых, это невозможно. Женщине пробиться туда. Она сказала, я краю одежды, то есть где-то внизу. Знаешь, какая вера? Вера, это смирение. Вера, это не гордость. Это не надменность. Это не вот так. Я иду, короче, а ну-ка тут, пустите меня. Вера, это всегда смирение. Для того, чтобы прикоснуться к краю одежды, нужно что? Нужно опуститься к краю одежды. Нужно было опуститься для того, чтобы туда прикоснуться. Где эта рука? Она на уровне ног. Края одежды Иисуса. Где-то там протиснуться, протянуть свою руку. И эта вера, она будет всегда работать так, что тебе нужно будет где-то свою гордыню сломать. забыть про свой прошлый опыт. И честно, так что толку? Я то делал, и то делал, и то. И мы начинаем вспоминать, мы начинаем рассказывать о своих каких-то, о том, что мы сделали на самом деле, и то не помогло, и то не помогло, и это я делал. А что тут еще поможет помочь? Забудь прошлый негативный опыт. Вера никогда не помнит негатива. Вера никогда не живет прошлым. Вера это сегодня и сейчас. Аминь. Вера это не вспоминание, ну, может быть, на всякий случай. Еще это попробую. Ты так ничего не получишь. На всякий случай. Может быть. Вера это уверенность. Она сказала, ясно и понятно. Если я что? Прикоснусь. Краю одежды. Значит что? Исцелюсь. Значит я? Исцелюсь. Очень часто люди в своих проблемах, и они говорят, да, я верю. И проблемы есть у всех нас. Да? Есть кто-то, у кого проблем нет. Может ангел к нам затесался. Хотя Писание говорит, что Бог даже в ангелах усматривает недостатки. То есть у них тоже проблемы есть. А что, думали, у ангелов проблем нет? Ну, Библию читайте. Это же написано. Это же написано. Усматривают недостатки. Значит проблемы у них есть? Когда проблем не будет? Когда мы там уже будем? Пока здесь у нас все будет проблемы. И очень часто эти проблемы, они заставляют нас о них думать, они заставляют говорить о них. Да? Когда мы там собираемся, где-то там с кем-то разговариваем, мы больше всего о чем говорим? А? О чем мы больше всего говорим друг с другом? О проблемах. Своих, твоих, государственных, этих как, ОСМД, да? Или как-то квартальных, городских, да? Там мусор, там это. Ну так проанализируйте просто вот свои разговоры. Там с кем разговариваете? Больше всего. А что мы говорим? О проблемах. О проблемах говорим. Там где болит? А у меня тоже болит. А ты что пил? Ну вот это, да? А я тоже. А вот попробуй вот это, да? И все. Ну тема для разговора. Отличная все. И мы не замечаем, как мы становимся зависимыми от созерцания собственных проблем или проблем других людей. Мы не замечаем, как постепенно мы превращаемся просто как в носителей негативной информации. Так же нельзя о проблемах говорить. Надо. Назови проблему и говори о решении ее проблемы. Эта женщина, как никто, она имела огромную проблему. но когда ее проблема решилась? Когда она прикоснулась к Иисусу? Кстати, это левая рука? Да. Левая рука. То, я думаю, показываю левой рукой. Может быть, надо правой. Вера — это быть сосредоточенным на Иисусе, а не на проблеме. Вера — это быть сосредоточенным на Иисусе. Если ты не сосредоточен на Иисусе, ты не пробьешься, ты не прикоснуешься. Только сосредоточенность на Иисусе позволит тебе прикоснуться и получить силу. Аминь. Потому что нам нужно не тактильные ощущения, нам нужно не просто вот ощущение, какая же ткань там у него на крае одежды, шелк, хлопок или лен. Нам нужна сила, которая идет от Иисуса. Аминь. И если я не сосредоточен на Иисусе, я ничего не получу. Многие люди, они говорят о вере. Они говорят, что я верю. Они говорят, что я верю, верю, верю. Вот так верю. И сильно верю. Но при этом они ничего не делают. Вера — это действие. Аминь. Она не сидела дома и не говорила, я верю в Иисуса Христа, я верю, что однажды Он пройдет мимо меня, махнет, и все. И я исцелюсь. Если ты веришь исцеляющую силу Иисуса, иди туда. Иди к Нему. Пробивайся. Прорывайся. Будет то, что будет мешать тебе. Но вера — это всегда вопреки. Что-то будет препятствовать, что-то будет останавливать тебя. Какое-то мнение людей. Или еще что-то. Но ты смиряешься и прорываешься к Иисусу. Аминь. Это действие. Вера есть осуществление ожидаемого. Аминь. Осуществление. И если мы ничего в своей жизни не осуществляем, но при этом мы говорим, что мы верим, и мы знаем, что мы получим. Но откуда оно придет? Могла ли она получить это? Могла ли она получить свое чудо, если бы она не действовала? Поэтому, если ты веришь, начинай действовать. Аминь. Начинай действовать. Начинай действовать. Совершай какое-то действие веры в своей жизни постоянно, постоянно, постоянно. Аминь. Какое действие веры? Хотя бы молиться начни постоянно Хотя бы читать Слово Божие начни постоянно Это действие Аминь Ну что я там все знаю Я Библию знаю, знаю все истории Знаю, что за чем следует Я знаю даже, что после Матфея, Марка, Луки, Иоанна Там все идет Я знаю последовательность Что первая книга Библии называется Бытие, последнее откровение Я там то знаю Ну что еще? Нам нужно знать не Библию Нам нужно знать автора Библии Аминь Автора Знаете, когда заканчивается спектакль И это всегда красиво И народ впечатлен И они встают И что они говорят? Автора 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 Если ты можешь знать букву Ты можешь знать правильные Там все, постановку Но если ты не знаешь автора Это не принесет тебе слов Ничего Никакой пользы не принесет Слово Нерастворенная вера Не принесет пользы слушающим Не принесет букву Она будет просто убивать А нам нужно знать автора Через Его слово Через постоянство общения с Ним Через размышления на Его слов Мы встречаемся с автором Аминь Мы встречаемся с Ним И Он говорит что-то нам И от Него приходит сила И исцеляет Аминь И от Него приходит сила Тогда, когда ты в активном действии веры Когда ты идешь И кому-то проповедуешь И молишься за больного Хотя сам больной Неизвестно, кто первый исцелится Аминь Неизвестно, кто первый исцелится Может тот больной За который ты молишься Не исцелится А ты исцелишься Я не знаю Многие христиане Они ждут Когда они полностью Станут здоровы И потом они начнут Действовать в вере Во имя Иисуса Христа Они ждут Когда им привалит Миллион долларов Потом они начнут Жертвовать Они много чего-то ждут Но ничего не делают Начни с чем-то малым Что есть у тебя А этого достаточно Для того, чтобы твоя вера росла Если будете иметь веру С горчичное зерно Аминь Это уже более чем достаточно Для того, чтобы ты увидел Чудеса Божьи в своей жизни Начни что-то делать Начни действовать Начни приближаться к Иисусу Приближаться к Нему Христианство Это приближение к Богу А не удаление от Него Приближение к Нему Стремление к Нему Общение с Ним Служение Ему А не просто Я пришел, послушал, ушел Как был И принятие решений Я прикоснусь Решений Я прикоснусь Ты идешь в Дом Божий С каким намерением Если ты идешь И говоришь Я прикоснусь сегодня Я прикоснусь У меня нет кровотечения У тебя есть другие проблемы У тебя нет жизни Жизни Христовой Она утекает из тебя Прикоснись Прикоснись От Него придет сила Аминь От Него придет сила Стремись прикоснуться К Иисусу И эта женщина Боже, как она страдала Как она мучилась Вы знаете, ее вера Она помогла им Вырваться Ее вера помогла им Вырваться Прикоснуться К Иисусу Врачи Как врачи Они делали Что могли Но оказалось Что не все Они могут Но есть Врач Всех врачей Иисус Христос Эта болезнь Она доставляла И Просто Массу Неудобств Массу всего Но Вера Способна все Изменить Иисус Когда она Прикоснулась К Нему Он говорит Кто прикоснулся Ко Мне Знаете Прикосновение Веры Всегда будет Призывать силу В нашу жизнь Аминь Говорит Но мне Нет сил Нет сил Терпеть Нет сил Любить Нет сил Прощать Прикоснись И придет Сила Прикоснись Прикоснись К Нему И придет Сила Аминь Придет Сила Иисус Реагирует На прикосновение Веры На стремление Веры Иисус Реагирует Ты стремишься Ты говоришь Я все равно Все Оттаскивает Тебя Там тебе говорят Да ладно Тебе Да ну Живи Смотри Все другие Так живут И все Дьявол Тебе пытается Глаза замазать Грязью Там чтобы ты увидел Только плохое Злое Вот все такие люди Они тебя обижают Они все против тебя И даже лучшие друзья Тебя обманули Кинули Там посмотри Это такие они христиане Там еще что-то Ты говоришь А нет А я верю А я буду продолжать верить Я буду Стремиться К Иисусу Он даст мне силы Он даст мне силы У него есть сила Аминь У него есть сила И когда я Буду Стремиться К нему Я получу От него силу Я не буду слабым Я не буду сдаваться Я не буду Опускать руки Я не буду Жить как Живет весь этот мир Я хочу жить Жизнью Христовой Жизнью Христовой Даже если Все будут Прости меня Я буду за Иисуса Аминь Даже если не ставят Скота в загоне И виноградная нива Не принесет плода Все равно я буду Славить моего Господа Понимаете Это позиция Я все равно Буду действовать Аминь Я все равно Буду верить Не пассивно Не Мистически А Реально Аминь Поймите Вера Это не мистика Вера Это не просто Знаете Витание в облаках О, аллилуйя Мы уже там Царственное свещество Мы уже посажены Там Тра-да-да-да-да Ого Для того Чтобы туда достигнуть Надо еще попахать много Надо еще поработать много Надо еще потрудиться Мы еще не до крови сражались Подвязались против греха Мы еще Знаете Только в В самом начале пути А ты уже готовишься корону себе нацепить Подожди еще, дорогой Еще рано корону Еще надо Стремиться Павел говорит об этом Я стремлюсь Не достигну Не прикоснусь ли Как он меня прикоснулся Он уже прикоснулся к тебе А теперь ожидай, когда ты Протянешь свою руку к нему Когда ты Он протянул свои руки И ждет Ожидает, когда ты свою руку протянешь к нему А ты их куда-то прячешься Какими-то стыдливыми делами занимаешься А ты куда-то их Протяни свои руки к Иисусу Руки веры протяни к Иисусу Аминь Устремись к нему Аллилуйя И Поймите Иисус говорит Вышла из меня сила Знаете, любой труд Он всегда чему-то стоит Иисусу Иисусу наше спасение Чего-то стоило Жизни Чего-то стоило Если То, что ты делаешь Тебе ничего не стоит Ты ничего не делаешь Оно чего-то стоит Проповедовать Другим людям Чего-то стоит За кого-то молиться Чего-то стоит Служить Богу Оно чего-то стоит Аминь Мы Призваны Быть Непотребителями Мы призваны Быть Даятелями Иисус Говорит Вышла Из меня Сила Мы призваны Быть даятелями Дьявол говорит Нет Не давай Побереги себя Ты же с работы Пришел Ты же устал Какая ячейка Какие это Пожалей себя Пожалей себя И ты жалеешь Себя День Неделю Месяц Год И чем дальше Ты себя жалеешь Тем слабее Ты делаешься Тем слабее Потому что От него Не приходит сила Потому что От него Где сила Сила у Бога Ты ее думаешь Сам восстановить Ты думаешь От того Что на диване Восстанавливается сила Ты думаешь Перед экраном Телевизор Или в интернете Восстанавливается сила Ты думаешь Что сила Восстанавливается От того Что ты Выпьешь стакан кофе или съешь очень что-то вкусное, и своя сила восстановится. Ерунда все это. Сила восстанавливается, когда, несмотря ни на что, ты идешь к Нему, ты простираешь свои руки и говоришь, я возьму сегодня Слово от Бога на домашней группе. Я сегодня встречусь с братьями и сестрами. Я сегодня пойду на служение. И там я возьму силу. Аминь. И я буду сильным. Потому что Бог дает мне эту силу. Я не хочу жить в иллюзиях. Понимаете, что-то нам должно стоить, когда мы отдаем. Бог нам валивает гораздо больше. Когда мы себя отдаем. Когда ты просто перешагиваешь и говоришь, да нет, в конце концов, сколько можно себя жалеть? Сколько можно вообще-то жить для себя? Жизнь эгоиста. Только для себя. Вот все для себя. Никогда это не закончится. Если на протяжении долгого времени ты уже в этом круге, дьявол поймал тебя в свою ловушку, вырывайся из этого круга. Вырывайся, скажи дьяволу, нет, я протестую. Я не хочу быть слабым. Я не хочу быть немощным. Я не хочу быть просто пораженным. И жить только от воскресения до воскресения. И типа, служение в воскресенье для меня это уже и так более чем достаточно. Это недостаточно. Поймите. Воскресного служения его недостаточно. Какой бы тут самый помазанный, перепомазанный проповедник не был, какая бы слава тут не являлась, ну поймите, этого недостаточно. Для того, чтобы быть сильным, нам нужно чаще встречаться с Иисусом. Нам нужно чаще трудиться для Иисуса. Нам нужно напрягать себя чаще. Это что-то нам должно стоить. Аминь. Иисус, для того, чтобы приобрести нас всех, Он себя отдавал. Отдавал. Из меня вошла сила. 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 Поймите, то, что мы отдаем, служа другим людям, совершая дело Божье, Иисус говорил, те, кто оставили ради Меня Евангелие, получат и в семь веке, и в будущем. Знаете, Бог не высасывает с нас последние суки. Это дьявол дурачит нас. И говорит, Бог от тебя требует. То что это такое? Ты же не фанатик какой-то. В конце концов, ты же не штатный служитель церкви. Ну, тебе надо. Ну, вот, четенько все, пришел там в воскресенье, послушал, поговорил, денежку пожертвовал, помолился, Аллилуйя, Господь благослови, все хорошо. Зачем тебе надо? Мне нужна сила Божья. Мне нужна сила Божья. Аминь. Поэтому я себя отдаю. Потому что я знаю, что на самом деле я не отдаю. На самом деле я свое я отдаю, чтобы приобрести его. Аминь. Чем больше мы себя отдаем, тем больше его примем. Аминь. Примите. Чем больше мы себя отдаем, тем больше мы его принимаем. А если мы себя не отдаем, мы и его не можем принять. Я просто... Я же молюсь. Приходят и говорят, что такое опасность? Я же и молюсь. Я же и то делаю, и то делаю, и это делаю. Ну почему? Отдавай себя. Иисус сказал, вышла из меня сила. Кто-то прикоснулся ко мне. Кто-то прикоснулся ко мне. И ученики, которые стояли там, они, знаете, они такие умные были. Иногда мы такие умные. Аж пре. Иисус, ты такой духовный. Ты что, не видишь толпа вокруг? Ты постоянно там вокруг тебя кто-то трется. Ну что ты? Мы иногда умеем рассказывать объективные обстоятельства. Да? Мы умеем все объективно рассказывать. И вот они объективные. Иисус задает вопрос. Кто прикоснулся ко мне, из меня вышла сила. Иисус. Ну. Ну что ты, Иисус? Ну, объективно, это цветы. Они стоят здесь. Ну, толпа вокруг. Ну, как это? Ты же видишь, тут трутся разные люди. Ну что ты, Иисус? Ну что ты? Знаете, когда мы просим у Бога, от Божия, дай мне мудрость и понимание, там, тра-та-та. Тогда нам нужно просто попросить у Бога интуиции. Духовной интуиции. Чтобы понимать, о чем говорит Иисус. Чтобы понимать, о чем Он говорит. Понимать. Мы иногда букву понимаем, а с жизни, да, Духа не понимаем. Поэтому мы заблуждаемся иногда. Иисус сказал, заблуждайтесь. Не зная ни Писания, ни силы Божьей. Заблуждайтесь. Они букву понимали? И так вот сученики в тот момент, они понимали букву, они понимали. Иисус говорит, кто-то там прикоснулся ко мне. Иисус, мы сейчас объясним тебе, кто прикоснулся. Мы сейчас будем объяснять тебе, Иисус. И мы начинаем объяснять Иисусу иногда, почему в моей жизни так, а почему и не эдак. начинаем Ему объяснять, что это камера. Она снимает. Понимаешь, Иисус? Вот. И направлена на одну сестру, которая улыбается. Вот. А за камерой стоит камермен Николай. А те, которые спят, ты не снимаешь? У меня есть мечта. Как, кстати, вам нравится крест вверху? Нет. Ну, Бог творит все новое. Ну, конечно. Но вот однажды там будет не такой крест, будет такой экран большой. И я в это верю. И никто не запретет мне верить в это. Я верю в это, что у нас там будет экран. И часть экрана там будет транслироваться не на этой стоечке какой-то примитивной, которая половину никто не видит, что там нарисовано. А то будет все ярко, все понятно. Там библейские картины, проповедь с иллюстрациями. Совсем. Вот. Брат Виктор сразу будет находить в интернете. И сразу. Представляете, это будет. Одна часть будет транслировать камеры, которые снимают нас. Вот. И периодически будет включаться то одна камера, то другая камера. И вы сможете видеть себя. Да. И вас будут видеть другие люди. И даже в других странах. Вот. Они будут видеть огонь в ваших глазах. Они будут видеть веру в ваших глазах. Они будут слышать ваши... Аминь! Они будут видеть ваше горячее прославление. Они будут видеть, что здесь собрались поклонники живого Бога. Аллелуйя! Они будут в духе просто впитывать откровения, которые из ваших глаз идут туда, в просторы интернета. Благо Богу! И вот ученики, знаете, объективно объясняли. Можно объективно объяснять, что тут Иисус. Тут ничего такого. Все ясно. Все понятно. Иногда мы вот так вот кому-то проповедуем и объективно что-то рассказываем. Ну, вот так вот. Друзья, Иисус вообще никому объективно ничего не проповедовал. Он говорил такие вещи, которые проникали в дух. Простая притча. Вышел сеятель сеять. Зерно упало. На такую почву, на такую почву. А ты думай, какая ты почва. Вот и все. Понимаете? Ученикам, короче, они там такие в недоумении. Народу изъяснил. Эти тоже. А что ты имел в виду? Мы кто тогда? Вот ты нам истолкуй. И все. Знаете, и вот в данной ситуации здесь с этой женщиной Иисус, Он хотел бы, конечно, чтобы Его ученики поняли, о чем Он говорит, о какой силе. Аминь. Кто прикоснулся, чтобы не поняли, что это женщина. И вот, смотрите, и тут она поняла, что ей не удастся дальше скрывать. Знаете, когда ты получил прикосновение Божьей силы, когда ты верой прикоснулся, твой стыд слетает. Аминь. Когда ты прорвался к Иисусу. Вот есть люди, которые живут в грехах, но не при этом продолжают где-то ходить. Иди к Иисусу. Прорывайся к Иисусу. А что будет? А как будет? А зачем и это? О покаянии? Я верю, что человек, который устал, потому что физическая болезнь, да физическая болезнь. Здесь речь не только о реальном кровотечении. Здесь речь идет и о грехах, в которых живут люди. Аминь. И ты грешишь и при этом думаешь, что да ну, ладно. А есть те, которые говорят, а я все равно, несмотря ни на что. Я все равно пойду к Иисусу. Я пойду, я прорвусь к Нему. Он все равно идет к Иисусу. Потому что грехи никогда не принесут чувство удовлетворения, радости, свободы. Никогда. Они всегда будут мучить. Это болезнь. Болезнь физическая мучает тело физическая. Болезнь грехов она мучает всего человека. Его душу мучает. Она мучает. Он в духе мучается. Он и в теле мучается. Все его естество находится в муках. Аминь. И кто-то говорит, да нет, буду так жить. А кто-то говорит, я пойду. Я прикоснусь. Я прикоснусь. Я знаю, что он тот, который прощает грехи. И она открылась и говорит, так и так. У меня было вот такое. Знаете, это нормально, когда ты можешь исповедовать перед всеми. Аминь. Когда по-настоящему ты прикасаешься к Иисусу, тебе не стыдно исповедовать себя грешником. Аминь. Я не признаю тайных покаяний, потому что грешат явно, а исповедоваться хотят тайно. Бог ожидает от нас, что мы, если грешили, то и исповедуемся. Аминь. А Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И она открылась так и так. Со мной это было. И я сказала, если я только прикоснусь, я получу исцеление. И в тот момент я пробиралась и мне надо было согнуться, мне надо было ползти между ног и протянуть свою руку для того, чтобы увидеть Иисус твою одежду. Ведь там много разных одежд было. Разные края были у Иисуса особенной одежды. Она нашла внизу, может быть, даже не видя, может быть, краем глаза где-то. Она все равно пробралась туда. И сказала, вот, еще, еще сантиметр, еще два, еще. Кто-то там за ногу тащит, уже кто-то отрывает, но ты прикладываешь усилия и все равно тянешься, тянешься. И вот этот момент она почувствовала, как сила Божья остановила действие болезни в ее теле. Когда ты реально соприкоснулся с Иисусом, сила Божья остановит действие греха в твоей жизни. Аминь. Ты реально с ним соприкоснулся. Ты реально почувствуешь, что то, что для тебя было сладким, притягательным, то, что тебе нравилось греховное, я кажусь в Украине, вид вернуло все сила Божья. Я не знаю, а если я опять начну грешить, а если я опять и я не знаю, а что ж если, если ты реально с Богом встретился, если не будет сила Божья, остановит действие греха в твоей жизни. Сила Божья остановит действие греха в твоей жизни. Поэтому не объясняй ничего Иисусу. Постарайся понимать Его Слово. Постарайся быть открытым для Духа Божьего, чтобы ты знал и Писание, и силу Божьей. Аминь. Еще один взгляд. Мы понимаем, что, конечно, Библия, она имеет много разных смыслов и много разных значений. Женщина в Библии это библейский смысл. Женщины это жизнь. 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 И мы рассмотрели на личностном уровне и теперь бы немножко на уровне как церкви, уровне нашего служения. И здесь говорится о кровотечении, о том, что с нее кровь выходила, выходила жизнь. И помните, мы говорили о том, что церковь слабая, поэтому грехи приходят, поэтому приходит все остальное. и мы как церковь, как община можем страдать кровотечением этим, духовным кровотечением, теряя жизнь. Теряя жизнь. Теряя. И а Бог хочет, чтобы у нас из чрева потекли реки воды живой. Не жизнь выходила, а чтобы наоборот выходили реки воды живой. И можно делать разные семинары о том, что давайте так евангелизировать, давайте так свидетельствовать, давайте будем служить и как-то вернуться нам. Я верю, что Бог может как исцелить на личностном уровне, так может исцелить и наше служение. Наше служение Бог может исцелить, когда мы прикоснемся к Нему. Аминь. Для нас самое главное, поймите, не новые программы, не новые какие-то семинары, для нас самое главное прикосновение к Нему. Аминь. Иисус сказал, что потекут реки воды, значит они потекут. и если сегодня твое служение, оно кровоточит, если сегодня то, что ты делаешь, ты просто уходишь жизнь, нет полноты, нет стремления, нет радости, все, что нужно, нужно прийти к Нему. И последнее, на что я хотел бы сакцентировать, там сказано, что она подошла сзади. Не впереди, а сзади. Что значит сзади? Это значит, что Иисус всегда должен быть попереди. Иисус должен быть впереди. Аминь. Иисус должен быть впереди во всей нашей жизни. Я верю, что мы как служители должны всегда ставить на первое место Иисуса. Аминь. На первое место Иисуса. Никогда не ставь себя на первое место. А потом Иисус давай. Иисус давай. Входи в мою жизнь. Помогай мне. Решай мои вопросы. Исцеляй мои болезни. Делай что-то для меня. Иисус давай. Иисус Эта женщина была в правильном положении. Я верю, что церковь должна занять правильное положение перед ним. Аминь. Церковь должна занять правильное положение перед ним. сегодня я хотел бы чтобы мы могли молиться. Молиться как за свое личное исцеление так за исцеление своего христианства за исцеление церкви. Молиться за то чтобы наша вера наша вера она продвинула нас к Иисусу. Она приблизила нас к Иисусу. Чтобы наша вера она соединила нас с Иисусом. Чтобы мы знаете не жили воспоминаниями что когда-то я встретился с Иисусом. Это нужно вам каждый день. Каждый день. Каждый день нашей жизни. Я не сделаю сам себя сильным. Сколько я себя не жалел. эта женщина прорывалась к Иисусу. Она не рассказала Ему до того как прикоснулась о всех своих проблемах. Она не пыталась вызвать у Него жалость. Она не пыталась чтобы чтобы он стал на ее сторону и понял ее. Она знала одно как как только я прикоснусь я буду здоров как только прикоснусь я буду здоров Богом какая твоя вера что ты хочешь прикосновения к Иисусу к чему ты стремишься готов ли ты смириться опуститься ниже ниже но чтобы к Нему прикоснуться ради того чтобы прикоснуться к Нему она верила она не была халдейкой она была верующей из народа Божьего она хотела не просто исцеление не просто поправить свое здоровье чтобы дальше жить и не тратить деньги на врачи она хотела восстановление всей своей личности всей своей жизни восстановление друзья если мы хотим только физическое исцеление это ничтожно мало потому что Библия говорит вся наша жизнь труды болезни но есть что-то больше но если живешь с Иисусом и что-то больше аминь другая жизнь полноценная насыщенная радостная жизнь аллилуйя давайте поднимемся и начнем молиться начнем молиться моя молитва о том чтобы однажды ученики они обещали с Иисусом и когда Иисус сказал им какие-то вещи они сказали Господи умножь в нас веру умножь в нас веру дорогой мой брат и сестра на кого ты сосредоточен на чем ты сосредоточен куда ты устремлен Иисус центр Иисус наша цель к нему мы стремимся к нему мы направлены все аллилуйя поэтому давайте поднимем свои руки к святым небесам давайте начнем молиться сейчас искренне перед Господом Боже как эта женщина страдающая кровотечением 12 лет она потратила средства она потратила жизнь она потратила массу энергии 12 лет она не была принята в обществе но ты принял ее благодаря ее вере ее стремлению ее напору ее желанию Господи пусть в нас в наших сердцах пробудиться это стремление снова прорваться к тебе отец получить получить от тебя силу прикоснуться краю твоей одежды прикоснуться прорваться к тебе Иисус господи Господи Близен есть к Тебе. Ты впереди нас. А мы хотим достигнуть Тебя. Мы не хотим быть отставшими, которых поражает дьявол, поражает Амалик. Мы не хотим быть в тесле отстающих, но мы прорываемся к Тебе, Иисус, достигая Тебя. Достигая веры и спасения душ. Достигая своего чуда, своего исцеления. Во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok. Господь, пусть каждая рука, которая направлена к Тебе, рука веры, она прикоснется, и Твоя сила, она войдет во имя Иисуса Христа, войдет в тело и исцелит тело. Твоя сила, Твоя сила, она войдет в душу и исцелит душу. Твоя сила исцелит каждое служение. Твоя сила исцелит каждую семью. Твоя сила, Господь, совершит чудо восстановления, восстановления, исцеления во имя Иисуса. Боже, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, великий Бог. Благодарим Тебя, Святой Господь наш. Благодарим за то, что Ты принимаешь нас такими, как мы пришли к Тебе, какими мы пришли к Тебе верою. Спасибо Тебе, Господи. За то, что Ты ободряешь нас. За то, что Ты даешь нам спасение. Аллилуйя.